Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в мой новый ролик. В этом ролике я хочу говорить об этом, во что мы действительно верим. То есть я понимаю, что большинство тех, которые меня смотрят, либо православные, католики, мусульмане и так далее, все добро пожаловать в мой новый ролик и канал вообще-то. Но я хочу говорить об этом вообще, во что мы действительно верим, что мы действительно практикуем, что мы вообще-то делаем, а имеет значение, то есть имеет некоторое мистическое значение, религиозное и так далее. Я сделала себе чай из крапиви. В такой кружке. Вы не подумайте из-за этого. Просто она такая. Вот про что я хочу говорить. Ах да. Я заметила некоторых вещей, которые одинаковые для разных континентов. То есть то, что люди делают, а они на разных континентах. И откуда это? Как это может быть совместимо людям, которые вообще-то настолько удалены друг от друга? Ну понятно, что сейчас мир связывался через интернет, через путешествия. Но все-таки вот я про что. К примеру, я заметила и у нас сербов, и у вас русских, а даже и у американцев. И у американцев делает вот это. Стучат в дерево. Да, конечно, и мусульмане это делают. Когда вы хотите, чтобы что-то не случилось, то есть говорить тебе не дай бог, но оно будет. То есть мы стучаем в дерево, так тоже, когда увидим звезду, как она падает, у нас называется звезда падается, мы придумаем желание. Это делается вообще-то везде. И еще что... Не могу сейчас вспомнить. Да. Вот я про себя. Я православная, вообще православной религии. Извините. Воды попить нужно. Я немножечко волнуюсь, когда говорю на видео, иногда здесь стоит что-то. Особенно, когда нужно мне сидеть вот так, чтобы не двигаться. Особенно, когда мне говорит, когда кто-то может услышать. Да. Что я хотела сказать? Да, я православной религии, христианской. Вы, наверное, это уже знаете. Это у нас, так скажем, главная религия в Сербии, но есть и другие, конечно. Все это надо уложить. Но все-таки, все ли это религия, то, что мы делаем? Все ли это православие? Особенно, то, что народ делает, когда кто-то умрет. Когда его хоронят, потом его погреби. И все это, что делается, это иногда не имеет вообще никакой связи с христианской религией. Потому что я читала книжку, как это, про вашу магию. И там описаны такие действия, которые вообще-то похожи на то, что, к примеру, мы делали, когда хоронили своих близких. То есть, все это между собой смешивалось. Похоже, нам остался паганизм все-таки. Просто нет ничего, как сказать, чистенького на этом свете. К примеру, мы зажигаем свечи, когда кто-то умирает. И вот в этой книжке про паганизм, вообще-то, написано, что это дает ему свет там, где он находится, чтобы он не заблудился в тьме. Вот, я возьму немножко чай. А что хотела сказать, да. Хочу сказать и про растения цветовые, там, большие. Все знаем, что они для чего-то полезные, для здоровья. Для здоровья, ну, все-таки, у них есть и своя магия, свое действие. Их можно использовать и для других вещей. Почему я все это упоминаю? Потому что, либо что-то зависит от Бога, от Бога, которого я, конечно, верю и все. И если что-то делаю, я думаю об этом, что подумает Бог, конечно. Иногда мне сытно что-то делать. Шучу. Либо зависит от Бога, от Бога, либо, боже упаси, от дьявола, либо от судьбы, либо от людей. Понимаете, и мне немножко надоело, что все зависло от других. А я че? Че я делаю? Че мне делать? Сидеть и ждать. Че мне делать? Сидеть и ждать свою судьбу, пока все не случится. Ну, да, православные не должны верить в судьбу, потому что, не знаю, у нас есть свобода выбора. Ну, я думаю, что у каждого есть свобода выбора. Ну, это не совсем, как скажем, не совсем точно. То есть, меня свободнее всегда делать тот выбор, который бы мы хотели, а иногда нас шантажируют, нас заставляют, околности, люди и так далее. Значит, я подумала, вот, конечно, я не хочу все взять в свои руки, потому что Бог носит великий груз для меня, чтобы он не упал на меня. Я знаю это, что он носит вместо меня груз. Но для его время течет как-то по-другому. Как-то по-другому. Наверное, ему один год... Мой один год, ему один день. Я просто хотела взять, некоторые ищи свои руки. Свои руки. Не знаю, понимаете. Вот здесь вам покажу что-то. Детей. Некоторые дети. Да, я вам хочу показать, я уже показывала на другом виде вот эти камушки у моего друга в деревне, когда я была, была там, это одна его сестра, девушка. То есть, девушка, она ему сестра. И мы собирали, как она сказала, кристалли в реке. Да, она немножко, как это говорится, поганка. То есть, панализм практикует, да. И она говорила, я смотрю, что ты делаешь? А она говорит, я ищу кристалли. Ну, не знаю, никто не провалил все это. Действительно, и кристалли... Да, не важно. А я их просто взяла с собой. Посмотрите. Это похоже на пирамиду немножко. Пирамидар... Пирамидарно-лога. Пирамидарно-лога. Не важно. Пирамидар. Вот еще. Да. Замолчи там. Это нашла на озере. Не знаю, если видно, как он сияет. Фибей. Моя собака что-то хочет. А, любить. Любить. Эй, ёл. Да ты чё? Это камушек груди. Моя собака. А вот еще... В первый день на озере я смотрю, что-то беленького в песке стоит и сияет. Вот это. Ну, посмотрите, как он вообще выглядит. Если кто-то понимает что-то, то есть имеет знание по поводу этих кристаллях и камушек, пусть пишет в комментарии, что он думает, что это. Что это за камень? Камушек груди. Конечно, есть кристалли, которые мы можем покупать на интернете и все так. Ну, вот это я нашла в природе. Не знаю, вообще-то это кристалли или нет. Видно, что-то отличает его от обычного камня, структура, цвет, не знаю. Ну, все-таки, пишите в комментарии, если думаете, что есть что-то особо новое. И по поводу этих камушек. Вот это нашла в улице. Как-то его структура, цвет. Отличает, не знаю, особо новосты. Отличают его. Посмотреть. Отличают его, значит, от других камень. По поводу них, да, я смотрела, что можно говорить что-то в этот кристалль. И чтобы этот кристалль потом работал на вас. То есть, к примеру, защищал вас от плохой энергии. Либо, к примеру, вы задаете цель этим кристаллям. И, к примеру, когда я учтусь, я оставлю этот кристалл со мной. И это мне помогает фокусироваться. Наверное, в это что... В это всего-то нужно верить. Чё, к тебе... Ты дура, что ли? Плачет из-за чего-то. Вби. Вби. Вот это ещё покажу. Веник. Осторожненько, потому что уже сухой. Как пахнет. Это лаванда. А здесь есть и капри, мята. А чё здесь есть ещё? Вот это. Чеснок. И как это называется? На английском sage. У нас называется jalfia. И либо cadulia. И роз. Одна роза. У нас веник делается 7 июля. Это из моей комнаты. Я сделала для своей комнаты. А иначе веник делается и поставляется у дверей, выходной дверей. Значит, на выход. И чтоб... Он означает, как я там читала, этот круг солнца. Лето. Как лето заканчивается. И чеснок в нём должен защищать, конечно, от... От вампирах. От всего плохого. А верить народ в этом, что... Если ты заболеешь, то только возьмёшь из этого... Я смотрю там, потому что там висит. К примеру, возьмёшь из этого растения, либо цветок, и пилочишься. Вот так. То есть у каждого растения, специи, кроме... Кроме того, что используется для лечения, либо готовления блюда, есть и, как сказать, магические воздействия. Если мы своим желанием, хотеньем, не знаю, спровоцируем вот всё это. Да. Не знаю, верните ли вы это практикуете ли вы это что-то... Что-то похоже на этого вот... Что хотела ещё сказать. Да, просто у народу разные культуры, разные обидчи, и все они... Не могу сказать одинаковые, но у них иногда суть одна. Человек, вот, хочет что-то проконтролировать, держать что-то в своих руках, помочь себе, помочь кому-то. А есть люди, которые, наверное, хотят и навредить другим таким способом, наверное. Не знаю, пишите в комментариях, конечно, я вас спросила, если вы имеете знания по поводу... Что это? Почему такой белый? Кристально ли это, либо... Не знаю, что-то. Пишите в комментариях про обычаи. Возможно, который у вас проходит в вашем крае. Пишите в комментариях, как вы думаете, смешивались ли религии с разными культурами. И религии с религией. Да, конечно, это случилось. И что вы думаете об этом? Пока-паме будет. Продолжение следует...